очень плохо дальше как делать пуджу с луной очень часто сейчас же полнолуния и очень много людей скажи луне страшно смешно и луна сразу тебе что-то даст хочу вам сказать что это не так человек не имеет права обращаться к светилу луны почему если вы читали допустим гурджиева а все же такие умные гурджиева читали понятно я понимаю что все читали то у него сказано о том что духи все живут на луне не знаю как это может быть может быть он прав может нет проверить не я не кто-то другой доказать обратно или не обратно не сможет но нам придется доверять и вот что я хочу сказать человек который обращается к луне он скорее всего обращается к духу и вот этот дух который может исполнить желание делает его для человека просто так а просто так в эзотерики не бывает то дух может захотеть что-то взамен что же хотят духе взамен они хотят жизнь у меня была ситуация одна женщина ходила под луной начитавшись книги знаменитой очень женщины которая очень популярная по сей день зачем она это пишет неизвестно звали эту женщину алена она находилась в городе харькове и это алена находила под луной как раз было море мы вместе отдыхали я не с ней отдыхал со своей семьей и она ходила каждый вечер и произносила пусть луна дай мне мужа луна дай мне мужа луна дай мне мужа луна у великая луна дай мне мужа и после этого муж у нее появился его звали неважно как после чего алена стала директором магазина переписала все на мужа муж начал гулять соседкой молодой начал спать с ее дочерью у дочери появился она стала беременная когда узнали она была на высоком сроке беременности при этом этот муж ее оставил эту женщину отобрал у нее бизнес оставил ее с ребенком своим который там ну очень малолетняя была и с долгами после этого эта женщина повесилась а когда это было ей говорил мы сидели вот так на улице я говорю алена что ты делаешь каждый день ходишь выскакиваешь под этой луна нагрит от книжку прочитала и там в книжке сказано попросил луны луна все тебе даст я тогда сказал не надо потому что то что даст луна это даст духа он взамен заберет самое дорогое а вот тебе надо нагритой андрей андреевич на это не первый случай итак а можно ли что-то делать с луной таки да и что же можно делать если вы хотите что-либо попросить для себя мужа или еще что-либо денег или совести или красоты то вы должны сделать вот что вы должны в ночь когда полнолуние поставить чашку такую в которой должна быть сваренная и выложена каша очень вкусная рисовая на молоке обязательно украсть и фисташками так чтобы прямо вот очень хотелось ее съесть и после этого поставьте ее так чтобы на нее луна светила на следующий день не просите у луны ничего не говорите ничего не нужно там луна дай мне и так далее на следующий день занесите эту кашку там или возьмите эту кашку и в определенное время утром 7 часов до 8 часов 20 минут со словами скоро пусть скоро у меня появится то-то то-то съешьте эту кашку обязательно наслаждаясь и тогда это у вас под воздействием силы которая будет создавать облучение вот этой луны это свершится